Музыка 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 Було говерено ряд питань, які стосувались нашого подальшого співробітництва, в нас є перспективи імені військового співробітництва, в плані в том числе и залучение польской стороны, а уж это протест у нас тревает, польских инструкторов для подготовки наших військовослужбовцев. Кроме того, мы обговорили питание и по навчаниям, как уже сказали, заход 2017. Были заданы тихи питания возможных, невероятных загроз, которые связаны с этими навчаниями, а также говорили питание соответствующего реагирования. И из-за стороны Польской Республики, Війська Польского, и из-за стороны Украины. Нам исполнено комплекс тактичных навчаний, которые проводятся, уже проводятся на территории Украины, на 11 полигонах. Кроме того, в период с 1 по 10 вересня исполнено проведение навчания с материально-техническим забезпечением, это касается Украины. А в период с 15 по 20 вересня мы будем проводить комплекс стратегических командно-технических навчаний, которые касаются подготовки соответствующих органов управления в вопросах организации управления, в вопросах обучения опыта и отработки соответствующих питаний управления, соответствующими группированиями військов, которые создаются для реагирования на те или иные загрозы, которые существуют в Украине. Шановные гости, мы observуем, конечно, обучения запад 17, но с этой перспективы смотрим шире и вернемся к летней, когда россияне с большей интенсивностью увеличивают количество сил и средств своих в каждом следующем. В принципе, мы, естественно, спостерегиваемся с учениями запада 2018 и беремо внимание те предыдущие действия России, когда с каждым следующим учением Россия увеличивает количество использованных сил и засобов. Этот год является szczególным годом, потому что россияне говорят о учениях defensивных сил, а смобилизовали 100 тысяч жоуниверов. Цего года Россия мобилизовала приблизительно 100 тысяч військовослужбовцев и их учения имеют наступный характер. И, говоря о учениях операции, операции оборонной, прерзуцила около трех дивизий до Белоруси. Но, в принципе, они, говоря о каких-то оборонных действиях, они перекинули приблизительно три дивизии на территории Белоруси. Если прерзуцение и учение 1-й армии панцерной войск российских является действием defensивным, то какие силы нужно прерзуцить, чтобы это были действием офенсивным? И, говоря о оборонных действиях, если участь 1-й армии является составом, как говорится, оборонных действий, то что уже говорить, как бы это были действия наступного характера. Сегодня мы с господом генералом говорили эти проблемы. Я думаю, что я сегодня могу поддержать действие господом генерала и войск украинских. Мы сегодня с господом генералом говорили эти проблемы. Мне надзвичайно приятно. Я пишусь тем, что могу поддержать господом генерала и свои действия, которые проводит армия Украины, Збройные силы Украины. Я очень рада, что с помощью жоунировых подъездов польских подносим уровень силы боевых силы Украины. Мне надзвичайно приятно, что увеличение уровня боездачности Збройных сил Украины происходит также за участью представителей и подразделов Збройных сил Польши. Я гарантирую, что не только как штаб генеральный войска польского, но и целые силы збройные. Мы всегда будем поддерживать силы збройные Украины. Я гарантирую, что не только Генеральный штаб войска польского, но и Збройные силы Польши всегда будут поддерживать Украинские Збройные силы. Для нас вселенной ситуации без свободной Украины нет никакой Европы. Будь-якая информационная атака, акция или операция, которая проводится в плане влияния на отношения Польши с Украиной, военность Украины и Польши, она не будет иметь никакого, скажем так, результата, когда у нас есть общественного понимания и обеспечения этих проблем, которые существуют на сегодняшний день. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok